Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл беседа Евангелия от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем пятую главу. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. В Иерусалиме у овечьих ворот есть купальня, называемая по-еврейски «Вефезда», то есть «Дом милосердия», при котором было пять крытых ходов. И какое-то время этот рассказ считали библейские критики чистой аллегорией, чистым символом, что пять крытых ходов символизируют пять книг Моисея и так далее. На самом деле, через какое-то время откопали эту купальню, откопали, что там действительно пять крытых ходов. Это место нашли археологи. И в этих крытых ходах было великое множество больных людей, которые ожидали движения воды, чтобы получить исцеление. Это, конечно, было место такого концентрированного человеческого несчастья, концентрированного человеческого горя. И самый несчастный человек находился в болезни 38 лет. Очевидно, он был не в состоянии пробиться к этому источнику. Очевидно, он не мог получить помощь, он не имел человека, который бы его спустил в воду. У него не было родных или друзей, которые бы хотели ему помочь. И он в этом средоточии горя находился в самом горестном положении. И 38 лет — это долгое время, почти вся жизнь по тем временам. И поскольку он лежал все это время, мы, естественно, можем предположить, что он был полностью парализован, и его мышцы просто были атрофированы. Когда человек просто лежит долгое время, у него мышцы атрофируются. Если человек просто даже сломал ногу и несколько месяцев восстанавливается, ему потом приходится делать специальные упражнения, чтобы мышцы наросли, чтобы они продолжили работать. А тут он 38 лет лежал. Его положение безнадежное, потому что он вроде бы находится близко к этому месту исцеления, но он его не может получить, поскольку никто ему не помогает. И Иисус спрашивает, хочешь ли ты быть здоров? И это может показаться бессмысленным вопросом. Ну, конечно, что хочет. На самом деле вопрос не такой бессмысленный. Люди, охваченные болезнями, люди, находящиеся в каких-то плохих, неблагоприятных обстоятельствах, они иногда привыкают. Например, была история известная про то, как врачи нашли способ излечить некоторые виды слепоты. И вот часть людей, конечно, с радостью приняла это лечение, часть отказалась. Почему? Они привыкли. Они привыкли жить так вот. Они привыкли, что у них есть сложившаяся жизнь, которую обретение зрения, конечно, разрушит. Им придется заново учиться жить. Им это будет трудно, это будет нелегко. А так, да, вот мы многого лишены, но мы как-то привыкли. И в Священном Писании часто физическое исцеление — это образ исцеления духовного. И так бывает, что человек без веры, без Христа, он живет, ему плохо, ему тоскливо, ему уныло, и он сам этим очень недоволен, он постоянно борчит. Но когда Бог говорит ему, хочешь ли ты, чтобы твоя жизнь изменилась? Хочешь ли ты, чтобы в твоей жизни появился совершенно новый смысл, содержание? Хочешь ли ты прийти к Богу? Человек говорит, ну нет, я как-то привык так, я вот как-то так доживу. И поэтому Христос спрашивает, хочешь ли быть здоров? И больной говорит ему, да, Господи, да, я хочу быть здоров. Я натыкаюсь на эту преграду, мне никто не помогает, но я хочу быть здоров. У меня есть такое желание? Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Это абсолютно сверхъестественное событие, которое никак нельзя иначе объяснить, потому что у человека все должно было бы атрофироваться. И вот у него моментально все восстановилось, и он встал и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должен тебе брать постель. Считалось, что носить какие-то вещи – это работа, и работа является нарушением субботнего покоя. Он отвечал, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. То есть исцеленный указывает на то, что тот, кто имеет власть исцелить его от этой болезни, тот, очевидно, имеет власть ему приказывать. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сипошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. И Иисус же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал в субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Итак, мы видим, как этот человек пошел, объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Иудеи стали гнать Иисуса и искали убить его. И на первый взгляд кажется психологически невероятным, но как же, ну вот чудо же произошло на глазах. Произошло явное, сверхъестественное, божественное вмешательство. Этот больной человек исцелен. И исцелен в ситуации, когда этому нельзя найти каких-то объяснений. Ну, понятно, бывает, что когда у человека что-то на нервной почве, там у человека ноги отнялись на почве истерии. И иногда на такого человека, врач опытный, который знает, как с этим разбираться, он может просто наорать, и этот человек вскочит и обнаружит, что ноги его работают. Но это на нервной почве. Когда человек лежит 38 лет, у него явно не нервная почва, и так или иначе его мышцы атрофировались. Тут происходит явное чудо. И люди не хотят в это поверить. Почему? Потому что это означало бы для них слом их картины мира и лишение их места в этой картине мира. Они привыкли, что они тут распоряжаются законом и лишают, что правильно и что неправильно. И вот происходит чудо, которое совершает человек, который делает что-то, что не вписывается в их понимание закона. И они отказываются это чудо воспринимать. Они просто не видят его в упор. И, к сожалению, это не только с ними так бывает. Так бывает, когда человек в упор не видит то, что Бог действует в его жизни. Потому что его это не устраивает. Это потребовало бы от него изменить свои взгляды и вообще изменить свою жизнь. И Иисус же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. Отец, то есть Бог, до ныне делает в том плане, что Бог продолжает заботиться о своем творении. Бог произращает землю. Бог разрешает отбременеваний. Бог продолжает свою активную деятельность в творении. Иисус поэтому тоже делает, исцелив этого человека. Его еще более искали убить его иудеи за то, что не только нарушал в субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Иисус делает себя равным Богу. Иудеи это понимают. Вот как иногда люди не хотят поверить, что в Евангелии Иисус называется Богом, называется постоянно. И более того, современники Иисуса его отлично понимали. Иудеи искали его убить за то, что он делал себя равным Богу. Иисус делал себя равным Богу, именно так его воспринимали современники. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше всех, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Здесь Господь говорит о таинственных отношениях любви и взаимной отдаче, которые существуют в троице между отцом и сыном. Сын ничего не может творить от себя. Он все предает отцу. Но и отец, в свою очередь, все предает сыну. Отец все предает ему и власть оживлять мертвых и весь суд, дабы все чтили сына, как чтут отца. Отца чтут, как Бога. И Иисус говорит, что его надо так же чтить. «Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Мы видим здесь очень и очень однозначное и решительное утверждение Иисуса о своей божественности. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суть не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Господь торжественно провозглашает, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную. Что это значит? Это значит, что все православные христиане, которые веруют в Иисуса Христа, имеют жизнь вечную и на суть не приходят. Что значит иметь эту вечную жизнь? В другом месте Господь Иисус поясняет. «Я же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Знают не на уровне информации, а знают лично. Как можно знать лично близкого друга, например. Как можно знать другого человека. И знать лично Бога, это то, что приводит к глубокому преображению жизни. Это то, что меняет человека полностью. И вот человек, который уверовал, он имеет вечную жизнь и на суд не приходит. То есть такой человек не будет осужден на страшном суде. Почему? Потому что Христос есть его Искупитель. Он знает Иисуса Христа как своего Искупителя. И он искуплен от осуждения. Он перешел от смерти в жизнь. И понятно, что человек, который пребывает в неверии, он биологически жив. Он ходит, он говорит, он взаимодействует с внешней средой. В биологическом, медицинском смысле, он абсолютно жив. Но Господь говорит о другой жизни, которую мы должны воспринять. О жизни божественной. О жизни, которая является причастием жизни самого Бога. И вот человек, который уверовал в Иисуса Христа, он обретает эту жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышав оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия. И изыду, творившее добро в воскресение жизни, а делавшее зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен. Ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Господь говорит здесь о воскресении мертвых в двух значениях. Поскольку в Священном Писании, в Новом Завете, о воскресении мертвых говорится в двух смыслах. Это первый смысл, совершенно буквальный. Наступит день, когда мертвые воскреснут. Мы воскреснем. Все мы воскреснем. Праведные, добрые, богочестивые люди воскреснут в воскресение жизни. Люди нераскаянные, которые предпочли закоснеть в своих грехах воскресение осуждения. Но речь идет об еще одном воскресении, которое происходит здесь и сейчас. О воскресении человека к новой жизни. Человек был вне Христа. Он был безбожником. Он жил, не интересуясь Богом. Для него это была совершенно чужая, незнакомая сфера жизни. И вот он уверовал. И это значит, он в определенном смысле воскрес. Он стал не мертвым, а живым. В нем появилась новая жизнь, которую дарует Святой Дух. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине». То есть Иисус указывает на свидетельство Иоанна, который на него указывает, и свидетельство Отца, которое есть в пророчествах ветхозаветных, поскольку эти пророчества указывают на Иисуса Христа. «Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоанного, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, сии самые дела, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». То есть чудеса и знамения, которые совершает Христос. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни глаз его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, кого он послал». Отец Бог дал пророкам откровение о том, что придет Мессия, и Мессия будет творить такие-то дела. Он будет исцелять слепых, он будет восстанавливать слух глухим и совершать другие подобные знамения. И люди, которые являются религиозными специалистами, богочестивыми людьми, они должны были бы это знать, но они не хотят этого знать. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иисус говорит о том, что Ветхий Завет указывает на Него, что весь смысл, все содержание Ветхого Завета, зачем он вообще был нужен, это указывает на Него, на Иисуса. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». И вот этот упрек Господа, он говорит нам о том, что люди, которые погибают, люди, которые предпочитают закоснеть в неверии, погибают по собственному своему выбору, по собственному своему нехотению. Не существует такой вещи, как предопределение к погибели. Они не спасаются, потому что они не хотят прийти. И с другой стороны, Господь говорит, что любой человек, который к нему придет, будет спасен. Он говорит, «Приходящего ко мне не изгоню вон». «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня, а если иное придет во имя свое, его примете. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?» Противники Иисуса принадлежали к людям, сведущим в Писании, которые знали Библию, которые знали Слово Божие, и которые постоянно на него ссылались. Весь их авторитет, весь их статус в обществе держался на том, что они авторитетные толкователи Писания. И поэтому Господь сурово обличает их, говоря, что они не хотят понять послание Писания, потому что Священное Писание указывает на него и Иисуса Христа. Мы с вами прочитали пятую главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала Экзегет.ру.